Добрый вечер, спасибо за участие в нашей передаче. У нас сегодня такое предвыборное интервью, и мой первый вопрос. Вот в случае, если вы стали бы президентом Грузии, какие бы первые шаги ваши были в плане внешней политики страны? Были ли какие-то серьезные изменения, или все осталось бы как есть, я имею в виду НАТО, Евросоюз, Россия? Многое произошло в Грузии за последние 30 лет. Мы поменяли столько президентов, правительств, и эти изменения порой были очень такие, не совсем мирные. И у нас были президенты разного рода, разного типа и так далее. Но то, что оставалось более-менее неизменяемым, это было как раз внешнеполитическое направление, общее направление страны после распада Советского Союза, где и как Грузия представляет себя или грузины, вот начиная с первого президента Камсахурдия и до нынешних времен. Но в этом не было сомнений, что да, Грузия должен найти свое место в европейском пространстве. А европейское пространство в нынешний момент, сейчас, на этот участок истории, включает в себя и Евросоюз, и НАТО, и другие не менее важные инструменты интеграции, но, конечно, Евросоюз и НАТО, они самые главные. Поэтому я думаю, что я буду опираться на те шаги, которые уже сделаны в это же направление, и как президент, учитывая свое полномочие конституционное, потому что президент Грузии имеет важное дело, важные полномочия в международных отношениях, но надо забиваться, что политику внешнюю или международную определяет правительство. Но я всячески буду помогать правительству, чтобы эта интеграция проходила не только более быстро, потому что тема тут важна, но это не главное, а более эффективна. Вы согласны, что на данный момент, последние годы, на достаточном уровне идут эти процессы, потому что я, например, слышу от многих представителей иностранных государств, партнеров Грузии, что внешняя политика Грузии – это только Вашингтон, а с другими столицами, странами работа идет недостаточно активно? Я слышал такие вещи, я слышал такие мнения со стороны европейцев, но как только мы заходили глубже и говорили, давайте разберемся, это Грузия, которая не имеет желания или времени для того, чтобы больше и лучше работать с европейскими странами, или европейские страны, особенно в последнее время, они заняты более такими важными внутренними делами, внутригосударственными и внутриэвропейскими делами. Я все-таки считаю, что Грузия должна сделать больше, чтобы вернуть свое место в европейскую цивилизацию. Вы говорите больше про Евросоюз, это более, скажем так, миролюбивая тема, а тема НАТО, которая вызывает большие проблемы, особенно учитывая реакцию нашего большого партнера, между Россией, она очень остро стоит до сих пор, и есть такое мнение, часто высказывается оно, что Грузия, именно грузинские власти, президент, любые институты недостаточно активно работают именно по продвижению интересов и, может быть, даже требований. К примеру, была гибель Гигет Хазори, Арча Тунашвили, другие трагические эпизоды. Вот сейчас была Генассамблея ООН, где Порошенко, президент Украины, выступал и говорил про гибель людей, требовал там какие-то санкции новые вводить и так далее. Грузия ничего не требует. Это верный курс, и куда он идет, ведет? Грузия требует, но порой не так громко. Как это было во время прежнего руководства страны, бывшего президента Грузии, или нынешних властей в Украине. Но эти требования, они нельзя рассмотреть в статике, это же динамика. Да, мы должны делать, я, как президент, буду делать больше, для того, чтобы Грузия не сходила с повестки дня тех встреч, где обсуждаются вопросы мировой безопасности, или безопасности нашего региона, или взаимоотношения между Россией и Европой, или Россия и Соединенные Штаты, или Россия и Китай, или Россия и Турция и так далее. В таких разговорах, в таких дебатах, начиная от конференций и кончая официальных встреч между лидерами этих стран, Грузия должен быть более проактивным. В этом деле у нынешних властей есть проблемы. Это выражается и в недостатке квалифицированных кадров, и я могу об этом говорить со знанием дела, может быть, потому что, когда мы были в коалиции «Грузийская мечта», тогда практически 90% международной политики и отношений там ввели две политические группы. Это «Свободные демократы» под руководством Ираклила Саня и «Республиканская партия», которые с нашими представителями парламента и правительства мы практически двигали это направление. Сейчас эти люди уже не у дел, не у государственных дел, а замена, которую предложила партия «Грузийская мечта», конечно, очень далеко от тех требований, которые нужны в этом деле. Это, как я сказал, и квалификация, и политическая энергия, и политические какие-то принципы и взгляды. Мне очень часто кажется, что люди, которые должны заниматься международной политикой, они как бы работают в международных учреждениях Грузии. То есть они себя просматривают как госслужащие, работая в этом направлении, которое очень важное дело, но от людей, от которых мы ожидаем политический энтузиазм и политические инициативы, политический анализ и действия и все это, вот в этом есть большие проблемы. Так что у меня нет основ заявить, что нынешние власти как бы изменили вектор направления или собираются его изменить, но... Вы имеете в виду на пророссийский? Это может быть пророссийский или как так называемый прогрузинский. Так называемый, это важно. Так называемый, который как бы... Нейтралитет. ...является таким... Закамуфлированно. Закамуфлированно для ползывания народом. Да, короче, я не вижу этих опасностей для Грузии. Если меня изберут президентом, это как раз то направление, в которое можно очень легко справиться. А если вы стали президентом, первые шаги заявления, обращения к народу в плане ситуации с оккупацией грузинских территорий и отношений с Россией? Ну, я повторю то, что говорил сейчас предвыборные компании, что оккупация обязательно закончится, но это случится не из-за того, что внутри Грузии какие-то предпосылки созрели. Нет, это недостаточно. Это не случится даже, если в регионе на Кавказе какие-то предпосылки созрели. Это не случится. Для того, чтобы оккупация закончилась, нужно, чтобы мы дождались и дожили до стратегического момента международного уровня. Смена власти в России? Не только. Смена может быть в худшем направлении. Это не только и не столько смена властей. Ну, понятно, с нынешними властями имеется какую-то надежду на поворот в позитивное направление. Не ожидается. Но, опять-таки, только смены недостаточно. А когда этот момент наступит, я не могу предсказаться или даже намекнуться. Это два года, три года. Не знаю. Но одно я знаю точно. Этот момент для Грузии будет последним моментом. Этот международный момент больших возможных изменений будет или в позитивную сторону для Грузии, или в негативную сторону. А что вы имеете, Даня? Я не понимаю. Международные, глобальные изменения. В чем? Что конкретно? В том, что Россия была готова, Россия созрела, Россия пришла к этому, что она должна идти в шаг в шагу с остальным миром. Так как политика непризнания тех регионов как государств, это самый главный рычаг для нас для позитивного поворота событий завтра. Сейчас очень активно обсуждается теоретическая подготовка возможности встречи президентов Грузии и России. Если вы станете президентом, вы бы встречались с Путиным? С Путиным нет. Если бы возникло в формат вот такое обсуждение президентов. Вы знаете, на этот вопрос мне очень трудно ответить из-за не вас это говорю. Всегда, когда такой вопрос задается, мне создается такое ощущение, что ну как можно об этом говорить серьезно и так поверхностно. Потому что что означает встречающие если президент страны я должен и встречаться и говорить и работать и все. Но это как бы спекулятивный подход к этому и многие кандидаты полиции с этим спекулируют там не знаю кто-то поедет в Кремле там пожар с рук и нам полсекунды с Путиным и приезжает в Грузии и говорит да я буду встречаться все но это не серьезно. Это не серьезно. но сейчас идет какой-то серьезный разговор о теоретической подготовке и так далее. Никакого серьезного разговора об этом нету и любая такая встреча конечно должна быть подготовлена. Встретиться для чего? Чтобы говорить о самбо или о дзюдо или о футболе. Что бы вы сказали Путину в статусе президента Грузии? Я ему сказал господин президент России вы готовы для того чтобы сесть на переговоры с Грузией с Грузией как это понимает вся остальная не знаю цивилизация и говорить о всех вещах которые вогнуют двух государств. Это безопасность это экономика это признание независимости. Это пусть сам назовет как это формулировать но для меня будет вопрос такой господин президент России вы готовы встретиться и говорить с господином президентом Грузии в том смысле как это понимает вся цивилизация а как вы один человек там только или вы готовы говорить об этом как как этому прийти а вот вся подготовка встречи и так далее а что готовить что готовить если это мы говорим о не знаю дополнительных пунктах для таможни это президенты не для этого встречаются правильно а в нынешней ситуации грузинский президент или премьер-министр о чем имеет право говорить поэтому я сильно раскрытиковал бывшего премьера Квирикашвили когда он как бы в пустую выстрелил и он выразил готовность и сам не знал к чему для чего как и вот этот прессинг который русские хорошо умеют делать своих не знаю соседей и не только соседей это чрезвычайно стартунашвили и так далее огромное моральное прессинг да на премьера огромный и он как бы сказал я готов за все давай целаем готов на встречу ну президенты и премьеры должны вот в чем они должны быть 10 или 20 раз сильнее как раз в этом чтобы человеческие очень такие искренние поривы сердца надо провести через очень рациональную голову и прийти к этому я не хочу что наши премьеры грузинские или президенты вот так делали выстрелы а и что мы получили в ответ на такое искреннее желание похитили несколько десятков человек за это время например еще несколько десятков человек похитили за это время например не только служащий пресс-секретариат амида дал ответ к примеру грузии вот ответ путина когда неправильно понимаешь вы бы усилили активность по давлению на международных партнеров в том плане чтобы давление на российскую власть в отношении грузинских вот этих проблем похищения и так далее начали как-то разрешаться я бы сделал это но я бы больше работал с стратегическими партнерами грузии чтобы они сами стали сильнее стратегически потому что наши проблемы конечно нас больше всего волнует и да оккупация это как раз на земле грузии и украине но я не думаю что вред от нынешней политики России меньше в других точках мира и менее опасно и вот этот как бы разочарование либеральной демократии и больше взгляд на изолационализм и национализм и так далее это конечно создает лучшую площадку для Путина для маленьких и для больших игр поэтому когда я говорил что момент стратегический международный наступит я как раз что-то такое имею ввиду потому что лет 40-50 назад будущее казалось совершенно другим исходя из статики вещей Советский Союз ядерное вооружение и так далее и так далее а и сейчас вот как раз эрозия либеральной демократии и подъем национализма и изолационализма это я глубоко уверен что это временное явление и после этого наступит другой процесс мировой и я хочу что наши стратегические партнеры больше и эффективнее делали шаги в этом направлении вот тогда наступит и реальная интеграция Грузии в западную демократию и реальная возможность для мирного сосуществования и мирного соседства между Грузией и Россией где мы сможем стать полезными для друг друг государствами а не воюющими сторонами Армения и Азербайджан отношения Грузии вы становитесь президентом Грузии насколько на ваш взгляд эти отношения сейчас активны и стоило бы может быть их как-то интенсифицировать это другое достижение я уже сказал что Грузия не изменила свой вектор за 30 лет несмотря больших изменений и другое большое достижение Грузии которое надо беречь и еще развить это дружественное и очень доброжелательное взаимоотношение с обоими государствами с Арменией и с Азербайджаном которым можно было достичь только большим усилием потому что понятно такая ситуация между странами и вообще это получается сейчас получается и отбивают разного рода мини проблемы но эти мини проблемы никогда не перешли какой-то грант и не стали хроническими или не стали системными поэтому я как президент Грузии да моя головная будет ехать в первую очередь в Вереван или в Баку может быть я в присутствии медиа прошу надо их попросить чтобы они сюда приехали во всей вашей деятельности много лет вы были представителем парламента ваша личная позиция это наиболее активное сотрудничество с Соединенными Штатами наиболее активная интеграция в ЕС и НАТО и по поводу политики в плане России это сбалансированная политика которая ведется последние годы правильно я понимаю можно так сказать можно но как раз в этом дело что декларация которая была у грузинской мечты что мы продолжаем наше движение к НАТО или Евросоюзу и к Западу и мы будем стараться избежать от новых и ненужных осложнений из России потому что то что есть это уже достаточно оккупация это достаточный факт того что да мы остальным миром у нас есть достаточно аргументов почему они должны стоять за Грузией а не за оккупантом это было так но вот эти издержки ежедневного функционирования государственных учреждений и государственных должностных лиц не дали возможность доказать или показать правильность этого подхода почему с одной стороны те плоды которые страна должен получить от договора об ассоциации с Неверсоюзом и от визолиберализации и от торговых договоров пока этого не видно от того что есть недостаточно как бы недостаточно преподносится к основному населению как пример что вот можно этим конкретный бенефит получить конкретный прибил конкретное рабочее место конкретная конкурентоспособность повышается конкретный партнер находишь для бизнеса и так далее в этом есть большие проблемы с другой стороны это нецивилизованное взаимоотношение между президентом и правительством или премьер-министром или парламентским большинством ну это получилось так что мы столько потеряли из-за этих внутренних трений у вас тоже были очень активные трения с учредителем и уже сейчас председателем партии грузинской миштаби Дзина Иванишвили на прошлых выборах если вы станете президентом это не будет такой же ситуации мы должны различить друг от друга политическая конкуренция и это не считают как трение это политическая конкуренция и государственная должность и государственная функция в демократии без этого не бывает политические лидеры политические партии они в конкуренции они критикуют друг друга и трение есть и все но после того как народ сказал свое слово, вам определили это место, а мне определили это место, а эти оба места означают служба государству, мы должны уже войти в эту функцию, что я стану президентом, значит я должен в первую очередь исполнять обязанности президента. Я так понимал свою должность представителя парламента, поэтому я не считал, что я должен использовать эту должность для своего будущего политического, поэтому меня упрекали, что почему ты не занимаешься своим пиаром, почему ты как бы что-то не делаешь, потому что завтра же будет другая речь. Есть очень много, скажем так, не красящих Грузию моментов грузинской политики, в том числе вот это правление не очень официальное, о котором говорят много лет, много случаев разных, Заза Саралидзе, который сидит там на площади на Руставельде уже несколько месяцев, и о котором уже знают во многих странах, случаи, когда был вот этот азербайджанский оппозиционер, вывезен. Президент в такой ситуации же должен оппонировать действующей власти и правительство? Вот как раз оппонировать для достижения результата. У нас в части от того, что все-таки южный народ, в части от того, что нету достаточных навыков политической и государственной жизни, в части от того, что и так далее, и так далее, но что мы видим в реальности, это то, что люди очень часто переходят в как-то, деловые несогласованные вопросы, переходят в личную неприязнь. И из-за того, что вчера мы не договорились или не согласились о чем-то, вот я сегодня утром просыпаюсь, и ты плохой человек вообще. Не просто ты не прав в том конкретном деле, а ты вообще плохой человек. А если это так, значит завтра, что бы ты мне предложил, это предложение от плохого человека, значит плохое предложение, я не должен согласаться. То есть наши политики и государственные лица очень быстро приходят вот к такому заключению от других, и после этого, конечно, просто невозможно работать. Да, мне приходилось с этим сталкиваться, и это один из, я думаю, сильных сторон в моей характеристики, что ли, что как раз в таких делах, несмотря как было обидно или как было неприятно, и так далее, и так далее, я продолжаю выполнять свою обязанность. Я был представителем парламента. Да, мой коллега сказал что-то такое, которое просто нельзя. Сейчас нельзя сказать, что вы, если вы станете президентом или вот на данный момент как кандидат в президенты, вы оппозиционные власти. Так, я веду компанию на этой выборе, которая надо и можно и нужно назвать оппозиционная компания к властям. Это так. Но опять-таки, тот факт, что президент не должен быть членом какой-нибудь партии, это не означает, что президент должен быть стерильным политически. Но это все еще не означает, что президент должен стараться использовать свои полномочия, как бы как палка в колес для правительства. Возьмем инструмент ВЕТО. В Грузии сейчас все знают, что это, что за инструмент, и все вам скажут, если не все, почти все, что ну какая там нужна в этом, или что это приносит. Президент скажет одно. Парламент скажет. Парламент скажет нет. Да, и конечно это будет всегда так. Если это ВЕТО будет сделано таким образом, что эй, вы там в парламенте, что за глупость вы тут написали. Это же противоречит всему демократическому. Поэтому вот я вам... А что делать, если вдруг неожиданно написали глупость? Вот как раз, когда глупость написали, надо стараться изменить этот глупость, а не использовать этот очередной глупость для того, чтобы доказать, что это глупые люди. Вот в этом разница. Потому что назвать глупыми людьми большинство или большинство президента, это можно сделать за один вечер. А потом еще пять лет надо работать. Ну вы видите, рычаг, реальный рычаг, я вот смотрю последние годы президентства Георгия Магулашвили, да, в основном это были вот эти права ВЕТО и так далее. Реальный рычаг в случае, если вы станете президентом, как-то менять то, что хочет делать конституционное большинство в парламенте, как-то влиять на этот процесс. Конечно, конечно, просто продолжать такое же президентство, которым пришлось заниматься Георгием Магулашвили, это не имеет большого смысла. Конечно, надо поднять степень и уровень нужности или важности президента. И тут есть несколько причин или предпосылок, почему я бы сделал те же вещи гораздо лучше. Я не буду распространяться о личных качествах, но просто можно заметить, что я в этом деле 30 лет. Политика, государственная служба, я по образованию юрист и специалист международной политики, политика международного развития. То есть по образованию, по образу жизни, по всем качествам я как бы близко нахожусь к этому делу. Мне пришлось быть советником неофициальным в краткое время с первым президентом Гамса Хурдия, три года со вторым президентом Шеварнадзе. С Акашвили у меня были очень близкие отношения, так как их топор, до 2004 года. А когда был представителем парламента, я был практически вице-президентом страны, вы знаете, что должен был быть готов для того, чтобы выполнить. То есть для меня это дело, это работа, это очень такое. Но есть очень важные другие предпосылки. Для Маргалашвили неодолимой проблемой стал факт, что как только он поднимал свой какой-то голос или вопрос, ему сразу говорили, ты мальчик, мы вас, мы тебя посадили там как президента, и ты вообще даже муральное право не имеешь в чем-то противостоять. Я не распространяюсь, как правильные такие замечания, но я буду президентом избранным народом, а не правительством. Поэтому если большинство парламента говорит от имени народа, президент в моем случае будет говорить от имени народа тоже, того же народа, такого же большинства, а может быть и большего большинства. Потому что, если так посмотреть, парламентское большинство имеет не 50 плюс один голосов, а президент будет иметь это в случае избрания. Правильно? К тому же они избраны в 2016, я избран в 2018. То есть кто выражает нынешнее мнение народа? В Грузии на данный момент мнение народа решается все вопросы или мнение, может быть, там Бедина и Ванишвили, еще какого-то круга людей? А что мы хотим, куда идти? Как раз в этом дело. Если бы я хотел стать президентом, я знал легкий путь и короткий путь, быть с другом в Бедине и еще терпеть немножко. Я же 4 года терпел, еще мог и 2 года терпеть, и сейчас был бы там. Но для чего? Если будешь там сидеть для того, чтобы, не знаю, на красных коврах ходить туда-сюда, это мне не интересно, и это я не могу. Поэтому будущим президентом, если я избран народом, у меня будут и личные какие-то качества, и легитимация от народа, которая как раз не зависит от легитимации правительства. И вот так надо продолжать. Поэтому я, если мы избирали президента прежнего сорта, то есть президент, который является руководителем правительства тоже. Я подумал еще несколько раз баллотироваться или нет. А как раз, когда мы выбираем такого президента, главы государства, который должен как раз строить такие взаимоотношения, который должен находить какие-то новые возможности для решения какого-то кризиса, который как раз вот сделает народа более сильным участником, фактором в политике. Один пример скажу. Часто говорят, что вот этот президент ничего уже не решает, там нету никаких таких полномочий и так далее. Это неправда. Возьмем такую как бы очень-очень такую как бы незначащую полномочия президент может обратиться к народу. Такое. Ну что это дает, да, может вот сейчас обращаюсь к народу, к камере все-таки говорю и так далее. Ну да, это ничего не дает. А если это обращение к народу будет хорошо продумано и подготовлено, тогда этим инструментом президент может сделать народ реальным фактором в политике. Допустим, что бы я сделал, если вот я президент и у меня есть это право обращаться к народу. Я обращусь к народу от имени народа. Мой цель будет, чтобы народ лучше понимал друг друга. Что я сделаю? Допустим, каждый месяц я буду обращаться к народу из одного региона Грузии. Допустим, из Кахеты я обращаюсь к остальной Грузии и я выражаю чаяния, радости или нужды и так далее. Людей, которые живут в том регионе, что их беспокоит, что их радует. В другой месяц я пойду в другой регион и оттуда остальной Грузии сообщу, что народ думает. Остается... Я пойду к Ингурии и буду обращаться оттуда, от этой администрации. Ление заключения, да. Не к абхазцам, которым, наверное, надоело, что испелись все время, мы клянемся, наши братья, наши сестры, мы хотим жить с вами. Нет. Дело президента остаться там у Ингурии, повернуться с лицом к остальной Грузии и обратиться к остальной Грузии и постараться выразить мнение, взгляды и так далее абхазцам, которые живут за Ингурией. Потому что если я президент всей Грузии и у меня есть это конституционное обязательство быть гарантом единства, гарантом суверенитета Грузии, а Абхазия, если я уверен, что временно оккупированная регион Грузии и там живут люди, которые должны какое-то время стать полноправными и так далее и так гражданами. Значит, кто-то должен выражать их мнение. А им это нравится? А что они смотрят? А как это делается? Как им видно все это? То есть президент должен находить новые, не использованные возможности для того, что из этой Грузии я вот все время хожу вот этим, вот последнее время. Это мой передвыборный как бы еще, как называется, лого или что-то. Ну да. Ну да. И выбрали это потому, что это Грузия, это контуры Грузии, это карта Грузии. И тут грузинский алфавит, как бы самый такой, самый важный фундамент нашей национальной идентичности и так далее. Что говорю этим населению, когда встречаюсь с избирателями? Что Грузия везде должна быть Грузией. И очень легко сказать, что ну да, вот здесь Грузия еще не Грузия, потому что там русские оккупанты стоят, и поэтому да, ну тут тоже. А вот здесь, что мешает тому, что там Грузия показывает, что не полностью в Грузии. Поедешь на юг от Тбилиси, и там скоро найдешь себя в атмосферу, где ты спрашиваешь себя, ты в Грузии или не в Грузии. Потому что тебя никто не понимает, когда ты на грузинский говоришь, ты не понимаешь, что они тебе говорят. Они не участвуют вообще в государственной жизни Грузии. Вчера грузин выиграл очень важный, там, стал чемпионом, да, Василашвили. А это кто-то там это услышал, это что-то задевает чего-то или нет. Еще более того, если встанем мы на Руставели и пойдем один километр в любое направление, мы найдем себя в обстановку, где, ну, может быть, на два раза ухудшилось все. И дорога, и вода, и там детские сады, все. Еще один километр, еще два раза хуже. Выйдешь из Тбилиси, еще два раза, три раза, четыре раза. И разница между уровнем жизни в центре Тбилиси и в регионах двадцать раз. Если такая разница будет дальше сохраняться, это будет не Грузия, это будет наша виртуальная Грузия. Потому что те страны, которые добились и экономического процветания, и безопасности, и демократии, и всего, это было достигнуто тем, что все граждане были солидарны друг с другом. А это означает, что в любой европейской стране, да, конечно, есть разница между провинциями, между городами, хуторами и так далее, но это на двадцать, тридцать, сорок процентов, а на двадцать, сорок раз. Поэтому есть вещи, которые как раз обязаны с президентом. В одной фразе, если можете, почему выборы через несколько недель, почему вот народ Грузии должен проголосовать за вас? Я помогу грузийскому народу достичь цел нашего поколения, сделать из этой страны государство. И сделать так, что наше государство заботилось над нашей Родиной. Это я знаю, это я могу, и в этом я помогу своему народу. Спасибо за интервью. Удачи вам на выборах. Спасибо. Удачи вам на выборах.